Ирина, приветствую и сразу огромная благодарность за то, что вы выразили свое собственное желание дать это интервью и поделиться своими результатами условного голодания. Ведь на самом деле далеко не каждая моя клиентка, далеко не каждый человек готов вот так прилюдно раскрывать все свои секреты, тонкости, вот эти все нюансы, которые он проходил, которые он переживал во время такого непростого этапа, как очищение организма. Ведь это довольно интимная тема, согласитесь, очищать свой организм. Но тем не менее есть люди, и вы одна из них, которые, получив свои положительные результаты, готовы нести в мир вот эти результаты, потому что мы хотим, чтобы другие люди тоже знали о том, чего можно добиться с помощью такой уникальной, я бы сказала, техники, практики очищения организма при помощи условного голодания. И прежде чем вы расскажете мне о своих результатах, мне бы все-таки хотелось задать вам такой вопрос. Этот вопрос меня преследует все время, пока мы с вами находимся в сотрудничестве. Как вы, женщина цветущая, прекрасная, выглядящая шикарно. Внешне я бы не сказала, что у вас есть хоть какая-то одна проблема ни по лишнему весу, ни по заболеванию. Вы не выглядите пожилой, больной женщиной, которой было бы нужно условное голодание. Как вы пришли к этому? Почему вы к этому вдруг решили прийти? И, собственно, что вас привело? Меня этот вопрос очень терзает. Добрый день всем. Я думаю, это в любом случае наш с вами разговор будет интересен. Но я хотела бы таких, вы сказали про возраст, там это всё понятно. Здесь есть три характеристики человеческого возраста. Это недоросль, это поросль и заросль. Интересно. И вот не хочется быть зарослем, понимаете? Потому что вообще человек, самое главное, мне кажется, кроме всего прочего, ваша деятельность, и моя в том числе, это показать людям, что нам нужно вообще по-другому относиться и к себе, и по-другому относиться к возрасту как таковому. К сожалению, в России этот пункт очень слабо развит. И даже есть возрастные категории. Если сейчас в России, например, 65 лет считается уже старческим возрастом, то в Европе считается 75 лет. Потому что мы в 65 лет выходим здесь только на пенсию. И когда говорили в России, вот что это такое, прибавили 10 лет к пенсионному возрасту, я всегда им говорила, ну, конечно, они все возмущались, я должна просто сказать, им подарили 10 лет жизни активной. Потому что только когда человек работает, он созидает. И, к сожалению, жизнь у российских людей в 55 лет, когда они выходили на пенсию, резко менялась и шла под гору. И сразу падали, как карточный домик, все компоненты жизни активной. Потому что молодая жизнь – это ясный взор, это позитивное настроение, это гибкая спина, это чистый кишечник, это молодость. Вопрос всегда упирается в одно – все хотят волшебную таблетку. Я занимаюсь голоданием уже около 30 лет. активно, различными видами. Я об этом буду рассказывать там у себя и очень рада буду тоже так же всех видеть просто в информативном порядке и у себя на каких-то страницах. Мы потом дадим все ссылки, но дело не в этом. Дело вообще не во мне. Дело в принципе жизни. Но я в данном случае как показатель вашего, даже я бы отметила эти стороны, как показатель вашего, да, в том числе успеха, потому что я не очень хорошо работаю с другими, как бы сказать, людьми под руководством, если я не вижу в этом двух вещей. Если этот человек для меня не авторитетен настолько, насколько мне хочется, и более профессионален в этом вопросе, чем я. и рациональность самого вот этого процесса. С другой стороны, я человек эмоциональный. Но все эмоции – это наше, так сказать, такое движение. Мы хотим больше, чем мы можем. И когда люди говорят, ой, я себя чувствую на 30 лет, и сразу хочется его положить на пол и отжать 10 раз, и, так сказать, посмотреть на его кожу, посмотреть на то, как он просыпается, потому что все это начинают просыпаться и урчать, как он ведет себя по жизни, то есть вот его такой имидж, когда он все время ноет, когда он все время завидует. Здесь уже, конечно, никакие голодания не помогут. Здесь нужно просто полностью снимать кожу и, так сказать, обновлять вообще все клетки мозга. Я считаю, что голодание, в любом случае, в каком бы виде это ни было, это процесс интеллектуальный. То есть это процесс уровня соотношения своих возможностей, своих желаний с вот этим штабом, который у нас находится в мозгу. То есть получается, подводя итог ответа на первый вопрос, что ваш приход в условное голодание – это, во-первых, нежелание чувствовать себя зарослью, то есть это активное противостояние возрасту и надвигающимся каким-то, может быть, недомоганием. Это как бы перезагрузка своего интеллектуального внутреннего… Это настройка, я бы сказала, потому что перестроиться трудно, а настроиться. Настроиться, да. Повышение, можно сказать, возможностей интеллектуальных. То есть это, условно говоря, даже не условно говоря, а прямо говоря, это продление молодого активного состояния своего тела. То есть это именно то, за чем вы пришли. И как вытекает отсюда второй вопрос, как продолжение. То есть что же всё-таки конкретно положительного произошло за время этого курса условного голодания и выхода из него именно в контексте вот этих ваших желаний, продления активного своего состояния, ощущения молодости внутри. Вот что произошло конкретно? Ну, здесь вот какой фактор. Вот как я сказала, я голодала во всех странах, во всех клиниках, во всех видах. То есть я прошла и сухое голодание, я прошла и на воде, я прошла июрведу, я прошла и на супах, там, я не знаю, все возможные. Но всегда я это делала где-то. И всегда я это делала, естественно, в рамках того курса, который предлагался. И там не предполагалось, в общем, зачастую индивидуальное какое-то сопровождение. То есть всё это было так, сопровождение было. Но вдруг наступил такой момент, когда человек вот стоит на двух позициях. Вот все говорят, ой, это всё известно, это я всё знаю, но только ничего не делаю. И у меня такой момент, я подошла, мне казалось, но всё мне, я уже всё по этому поводу изучила. И вдруг, откуда ни возьмись, волшебным образом появляется информация, потому что когда я голодала по-сухому, я очень много обращалась, это было очень легко, я бы сказала, но я не заметила, потому что всё-таки 72 часа, если это делать регулярно каждый месяц, наверное, это очень хорошо. Я вообще считаю, что голод любого вида шикарен. Но когда тут сложились такие обстоятельства, нужно было использовать время, огромное количество времени. У меня сорвались все поездки, все семинары. Вдруг я думаю, а что такое 72 часа? Это же ничего, значит, надо искать какие-то новые формы. И вдруг, во время вот этих всех просмотров в Ютьюбе, я начинаю получать больше информации, например, о Марве Аганян, да? Я думаю, что такое. Я стала смотреть. Я вам скажу честно, и людям должно быть это понятно тоже. Когда я увидела первых выступающих, я сразу поняла, что голодать я не буду по этому поводу, потому что это, во-первых, сложная какая-то вообще композиция. Но когда я увидела вдруг вашу систему, вернее, не вашу систему, а ваш портрет, я не знаю, как это случилось. Я сразу пошла докапываться. Я считаю, что когда человек хочет сделать что-то такое фундаментальное, он должен найти того, в кого он будет смотреться как в зеркало. Потому что когда вы приходите к псориазам кожнику, и он выходит с руками полными псориаза, это прям конкретный мой случай, вы понимаете, что вы не будете у этого человека лечиться. Потому что он и пошел в эту дерматологию, чтобы излечить себя. И не излечить. Но, с другой стороны, он не может вам помочь, потому что он выглядит так, как выглядите вы. И он еще врач, и вы будете платить за это деньги. И когда я вас увидела, мне это было очень убедительно. И самое главное, что я поняла вот здесь как раз тот момент, когда часто мы попадаемся на всех этих рекламных вещах, это не соответствует действительности. Но когда я посмотрела, когда я послушала вас, когда я просмотрела, не потому что я хотела проверить вас, я хотела проверить себя. И я увидела, что да, у вас все изменилось. У вас изменилась фигура, у вас изменилось движение, поскольку мне это очень важно сказать, вот такие не импульсивные и не вялые рассказы, а именно вот от сердца идущие. Более того, у вас изменился голос, у вас изменилась формулировка. Все изменилось. То есть для меня человек, который странсформировался через три года вот такой активной жизни, для меня это было сразу показателем. И мне уже было все равно, что мы будем есть и что мы будем пить. Мне нужно было сразу довериться этому человеку. Потом вы мне и рассказали, собственно, я и не хотела вникать в суть, потому что когда читаешь это одно, когда слушаешь от человека, когда читаешь его конкретный опыт, вот все говорят, например, у меня первая книжка тоже, касающаяся этого. Ну что тут такого? Это все известно. Зачем вы это продаете, как от Марва Аганян, например, система? Я говорю, люди, вы же слушать умеете. Вот одно дело слышать, а другое дело услышать. Они же не слышат, что вы говорите, я рассказываю о своем опыте. И мне этот опыт стал интересен, и мне этот опыт стал близок. Я его под вашим руководством прошла, ну потому что мне тоже вдруг захотелось, наконец, не быть дирижером, не тащить эти телеги с проблемными людьми, не стоять с факелом в темноте. Мне захотелось тоже побыть вот ребенком. Мне тоже недорослью захотелось побыть, чтобы перейти в новую поросль. И мне захотелось вот такого человека, которого не была моя мама, которого никто не был. Вот мне хотелось не то, чтобы нянчиться, мне просто хотелось, чтобы меня кто-то взял за ручку и повел. И я не могла себе, я даже не думала, во-первых, я всем должна сказать, кто хочет вообще это делать, подумайте как следует. Но если вы сделали первую неделю, даже не сомневайтесь, просто включите все свои резервы, обратитесь, вот, например, еще раз позвоните, напишите, Бая, я не могу, я слабак, и я ничего не могу сделать. И, конечно, Бая может сказать, ну, что мне делать, я же вас не потащу, или Бая может сказать, ну-ка, быстро вперед. Но с одной стороны, некоторые люди не воспринимают, это для меня каждый разговор был просто праздником. Это было вдохновение, это было, более того, ну, все было трудно, я имею в виду, вот, чтобы, крелку у нас купить, ее можно купить, но она стоит, как билет до Франции. Измеритель, там, температура воды точно так же. Травы, где я возьму травы, сейчас ничего не пересылают. Я пошла в аптеку, я с ними начала разговаривать, я стала все это искать. Я прям вошла эмоционально в этот процесс. Я вам докладывала, какие травы, какие, может быть, у меня не все получились, потому что некоторые сборы они там не объявляют. Это очень сложно, например, 21 день с этими баночками таскаться, с этими ситечками, все это протирать. Но это очень просто, потому что вы входите еще параллельно в медитационный процесс. Не надо сидеть дурью маяться. Если вообще нечего делать, я говорю, возьмите тряпку с хлоркой, протрите все в квартире, окна помойте. Но нужно, когда вы завариваете эти травы, когда вы собираете, когда этот шелест, когда эта зелень, когда этот запах, вы входите в процесс, который начинает по-настоящему действовать, как любовь к себе. И вы мне так объяснили. Ближе к ответу на вопрос. Я сейчас развод, поэтому говорю вы мне. Во-первых, вы мне дали шикарное сопровождение. Это первое. Во-вторых, я изменил еще больше. Нет, я не изменил. Я еще больше расширила свои познания о себе. О своей. Это второе. В-третьих, я улучшила качество мысли по отношению к работе от лучшей версии себя. Потому что это не то, что надел новое платье. Я усилила свою дисциплину. Я вообще считаю, что мотивации нет и быть не может. Какая у меня была мотивация, когда вы говорите, у меня типа все хорошо. И даже почти, можно сказать, лишнего веса не было. Мне хотелось бы, как любой женщина. Я похудела на 6,5 килограмм. Но эти 6,5 килограмм для меня, человека опытного, понятно, что в объеме я увеличила, уменьшила свои объемы больше, чем в килограммах. Я первый раз в жизни за все это время вставала на весы. У меня были сомнения, потому что весы мне показывали не то, что я хотела. И бая меня всегда успокаивала. Подождите, ваш организм такой. Я думаю, ну как же мне все-таки со своим организмом договориться. Договориться с организмом бесполезно. Если вам, вы голодаете, берете отвар и пьете. Вы привыкнете к этому процессу. Бая мне всегда, вот вы мне и говорили всегда, что это интересно, что это увлекательно, что даже не надо думать, и я уверена, что ни во время голодания, ни во время всех там процессов не нужно думать о потере веса, например, или там о чем-то таком. Конечно, можно было бы, наверное, вы мне вот поощрительные пункты включали, потому что я говорю, вот сейчас время спаржи у нас началось, вот сегодня наступает пятая неделя, практически последняя неделя, когда я выхожу из голодания. Но я пока не собираюсь менять свой образ питания. Во-первых, мне и так кажется, что очень много. Во-вторых, сейчас тепло, солнечно. Единственное, что я вот добавляю, например, сезонный, вот сейчас спаржи, у меня это будет еще, может быть, две-три недели. Потом она уйдет, она будет везде продаваться, но это уже будет не сезонный. Я на прошлой неделе захотела, вы мне сказали, да, хорошо, пожалуйста, или там я захотела картошку. Что еще я как бы убедилась в чем, то есть подтвердила, убедилась, или может быть даже как будто новое. Я не беру в сравнении, это не нужно никогда делать, что было, я беру этот процесс. Вот три недели голодания, четыре недели выхода. У меня сложились другие отношения с едой. О, вот это самое главное. Другие отношения, то есть я понимаю, да, сыроедом я не буду. Никогда. Потому что там есть свои нюансы. У меня не очень хорошо, я поняла, у меня желудок не очень хорошо переносит полностью, особенно вот листовые салаты. Я хочу обратить на два пункта внимания, что первое это, когда люди говорят, слушайте свой организм, когда вы едите. Правильно. Но вы слушаете тупой, глухой организм, который у вас засорен, или вы слушаете чистый организм. Когда это я захотела, просто умирала картошки. Вот просто хочу вареный картофель. Ну, не могу просто. Ну, один украла у мужа в ресторане. Второй. Социальный вопрос. Я начала уже, так сказать, у нас открылись рестораны, сын пригласил муж. Ну, это не значит, что я... Ой, какая разница, один раз сорвусь. Я смотрю, в этих ресторанах, я рассказывала в своих видео, что сервисы, и очень важны контакты. Я, например, не намерена с боей прерывать отношения, потому что это человек, который меня будет вдохновлять всегда. Это понятно. И дополнять мою жизнь. Если этот процесс не украшает и не расширяет вашу жизнь и не вносит счастья, то лучше тогда вообще не занимайтесь собой. Прямо берите стакан водки, закусывайте огурцом, и, собственно говоря, чувствовать ничего не будете. Просто... А еще селедочки на черный хлебушек положить. Мы это все ели, мы это все пили, и мы это все знали. Как это? Может быть, это и хорошо. Но когда утром встаешь, не можешь рукой пошевелить, во-первых, просто вообще... И головой не можешь ничего соображать. Это просто лучше... И, мне кажется, такие люди и не придут. Более того, у меня хроническая боль. У меня надорвана здесь связка. Хроническая боль в плече. У меня очень плохой сон. Сейчас я сплю. Да, я сплю одним куском. Я сплю мало. Но я сплю теперь, например, с 11 до 6 утра я сплю просто не просыпаясь. Это очень важно. У меня боль, если и есть, то она... Ну, я, так сказать, приспосаблюсь к каким-то подушкам, но ее как таковой нет. Она, конечно, может быть... Я уже узнавала, связка, если я буду, как бы сказать, и растительные, и животные протеины потихоньку добавлять, связка может, ну, как бы сказать, нарастить, если я не буду ее эксплуатировать, немножечко, так сказать, соединительную ткань такую воспроизвести. Да. Более того, очень важный момент в этом, я все-таки считаю, запустились процессы саморегуляции организма. Вот. Саморегуляции. Вот я вам говорю, я тоже, я очень давно и очень тщательно, я очень въедливый, вредный изучитель всего, изучатель всего, что происходит вокруг человека. Мне это очень важно. И по отношению ко мне, я считаю, что вы сразу чувствуете, вот говорят, есть стереотипы, говорят, надо пить 3 литра воды. Кто это сказал? Где это исследование? Мы должны знать, что ни одного настоящего научного исследования ни по воде, ни по водоснабжению, ни по питанию, нет. Это есть предположение, эмпирический опыт и есть, там сказать, как у Галины Шаталовой, которая выводила раковых больных в 4 стадии через пустыню Сахара. Но это был один человек, никто не смог повторить. Или там, Марва Аганян. Это хорошая авторская методика. Если адепт, вот как вы, например, не проник в суть самого процесса, не прошел на себе все эти страсти, которые вы рассказывали, у меня во время голодания не было ничего из того, что вы описываете из своего опыта. То есть у меня не было никаких негноев, никаких там извержений, хотя я знаю нескольких людей, у которых страшные процессы проходили, потому что уже начинаешь обрастать такими людьми и, как бы сказать, слухами. И у меня этого ничего не было. Но я перед этим месяц пила соки, там, я не знаю, я не думала, что я в каком-то процессе или что я готовлюсь к чему-то. Я еще до этого как раз не дошла. Там 72 сухое голодание. В прошлом году две недели там по другому поводу голодала, там еще что-то. То есть я все время слежу за этим. Важный момент. Если люди говорят, как я узнаю? Я, например, рекомендую своим всем, кто больше всех кричит, чем делает, что они такие умные, вот, что я на ваших... Мне нужно узнать, как, чего я добилась еще. Я понимаю, я вижу, чувствую. Но я хочу пойти по истечению вот на следующей неделе или, может быть, продолжая еще две недели, пойти к врачу и сдать анализы. У него все мои анализы записаны. Есть такое понятие биологический возраст, когда с вашим паспортом он ничего не имеет общего. Это можно посмотреть, что такое. И я, кажется, мне, я стабилизирую. У меня очень низкий, как бы сказать, у меня очень молодой биологический возраст по анализам. Но я подозреваю, что у меня этот возраст и стабилизировался, и, так сказать, не переходит ни в каком виде в заросль. Потому что я сейчас еще, должна сказать, благодаря этому сопровождению, я перестала пить таблетки от давления. Оно у меня не слишком высокое было, но врач сказал, чем сильнее сердце бьется, тем быстрее человек изнашивается. Это понятно. То есть у меня не было химических, как бы сказать, процессов, связанных вот с кровью, с тромбами там и так далее, с сахаром, с... Ничего этого не было. Все эти анализы замечательные, нормальные. И я не пью сейчас пока никакие витамины. То есть если я 20 лет, вот поскольку мы вместе с мужем каждый практически день пила тысячу миллиграмм витамина С, я не потому, что я не буду их пить. Конечно, витамины какие-то, и витамин Д, я буду месячную принимать дозу, когда... Я сейчас хотела провести эксперимент в чистом виде. Понятно, если бы у меня прям главная боль какая-то началась, я бы измерила давление, если бы давление было высокое, я бы приняла таблетку или пошла бы к врачу там спросить. Но я считаю, что этот процесс мне дал невероятные возможности узнать о своем организме. Более того, я ни разу, вот сейчас, во время в смысле выхода из голодания, я не соблюдаю уже такую трехлитровую питьевую норму. У меня всегда во рту сладко. Иногда я даже, бывает так, что я пойду воду пить с утра и забываю почистить зубу. У меня нет ни налета, у меня чистый, абсолютно не сухой, у меня нет жажды. То есть это говорит о том, что организм работает. Потому что если бы ваш организм испытывал жажду, он бы обязательно это вам показал. Или на языке. Я этому тоже, сказать, это не то, что вы мне сказали, нет, не пейте там, или пейте, или смотрите. Мы не говорим об этом прямо. Но косвенно, понятно, вы оставляете мне такую, как бы сказать, комнату, пространство, в котором я должна решать сама. Если я сомневаюсь, я могу спросить. но каждый опыт это другой. И также в питании вы увидите, вот чему я научилась. Я поняла, что я, например, что я не очень люблю фрукты. Это же очень открыто. То есть, да, я не могу сказать, что я их не люблю. Нет. Если я поеду, но я говорю, я оставляю, если я поеду в Таиланд, было бы смешно не есть там те фрукты, например, манго, или папайо, или ананасы. Здесь они у нас хорошего качества. Но это не то. Я знаю, я там была, и там жил. Это зачем мне их есть? Здесь, когда я лучше съем молодую капусту, например, которая мне очень нравится, в которую я могу добавить абрикос, в который, более того, я изобрела еще новый, несмотря на то, что у меня есть толстая книга моих собственных рецептов, и ваша книга. Я, поскольку я говорю ленивый человек, и все начинают сразу на этом месте смеяться. то есть, но я провожу жестко свою линию, я всегда импровизирую. Поэтому у меня салат из капусты может быть каждый день, два раза в день, и он будет всегда другой и с другим вкусом. Это тоже, я научилась, как бы не то, что даже научилась, я взяла это время. И я этому, то есть много очень мне дал этот курс. И он еще не закончился, потому что я все-таки считаю, что мне нужно еще много работать. и своей ленью, то есть, что я не сделала? Это я не занималась совсем гимнастикой. То есть, я растяжку делала какую-то, и хожу я в горы, делаю там 10-15 тысяч шагов. Ну, такое минимальное. И просто иногда бывает, что цепляешься за какие-то такие, думаешь, а, вот организм устает, ведь он работает. Это ужасно. Я считаю, что с этим нельзя соглашаться, потому что гибкая спина, да, она у меня может быть гибкой, я могу наклониться, я могу стоять на голове, все это понятно, но это не может быть вечно. Это должно поддерживать. Я намерена это продолжать. Замечательно. Ирина, и вот такой еще вопрос. Вот, ну, судя по всему, эта методика является очень естественной для человека, да? Ну вот, а если сравнивать ее с другими методиками, там, голодания или очищения, может быть, это, конечно, некорректный вопрос сравнивать? Очень даже это важно. Как, на ваш взгляд, если сравнивать эту методику с другими, вот какие есть здесь плюсы или, может быть, минусы, вот в сравнении с другими, поскольку у вас уже опыт большой в разных видах голодания, вот хотелось бы все-таки ваш взгляд. ну, что я могу сказать? Да, я, конечно, еще сделаю об этом, и я и в книжке сейчас вот свои последние, я хочу заострить на этом внимание, вы правильно поставили вопрос, да, я не знаю ни одной системы голодания, которая бы функционировала плохо, это сто процентов. Другое дело, что голодание имеет, любой вид голодания, оно, он имеет разные функции, как бы 72 часа, если я голодаю по-сухому, конечно, это приравнивается к 10, к 11 суткам без воды, всегда доказывали, там есть какие-то свои параметры, я себя отлично чувствую, все, здесь вопрос очень важный, а то, о чем я сказала в начале, это длинный процесс, первое, это процесс настолько длинный, что вы можете полностью измениться, полностью, то есть, если все виды голодания, это, так сказать, очищение мгновенное, это, так сказать, стряска, это стресс, в хорошем виде для меня все время был, это, так сказать, организация, ну, какого-то, так сказать, краткосрочного обещания выполнить изменение питания, ничего почти у многих не меняется, или просто люди уезжают куда-то там на Бали и живут там, как отшельники, я человек социальный, я живу в мире, этот процесс возможен, я бы сказала, что здесь важно, некоторые говорят, это невозможно, у меня семья, послушайте, кто хочет сделать для себя что-то очень важное, это обязательно нужно принять во внимание, только длительный процесс, только тщательный процесс, конечно, да, это трудно, но 21 день, именно в связи с этой ситуацией, с которой, который нам преподнес вот этот ужасный вирус, и стало возможно, вот это длительное, но это дало, другой результат, у меня муж все время дома был, все время был дома, то есть я все время, в это время, я бы уже 5 поездок съездила, конечно, я бы уже, вот 21 день на травах, я бы не посидела, выход из голодания вполне возможен везде, я это и хочу сделать, а вот это на травах сложновато, просто нагружать людей, там, что я буду сам, это трудно, а здесь так мне повезло, но кто, ведь это же не все так, как я летаю, мужу я готовила каждый божий день ужин, причем, как я поняла, я сейчас знаю, как я поняла, я ему готовила то, чтобы я хотела когда-нибудь съесть сама, то есть много я сразу добавляла трав, я сразу стала добавлять много семян всевозможных, орехов, то есть его еду, он, в общем, так практически не ел, я его приучила в этом процессе уже, я говорю, ты же меня будешь потом поддерживать, к салатам каждый раз к ужину, потому что ему достаточно одной, или там, к свежевыжатому соку, это приятно, когда я вижу свое будущее в тарелке мужа, и более того, я училась, не училась, я это знаю, давно это я сделала, учиться готовить наизусть, вы просто должны пробуждать в себе образное выражение, которое вам даст вспомнить, как, например, соленое на вкус, или там, как сладкое на вкус, я когда перестала голодать, мне сразу резко захотелось соленого и острого, то, что я, собственно, любила, то к чему я и пришла в конечном итоге и по своему обучению, это шикарно, это длинное, очень хорошо организованное, более того, структурированное вот такое голодание, и оно, в принципе, оно же называется, люди услышите, условное, вы вообще ничего не голодаете, вы едите эти травы, просто научитесь есть жидкость. Ирина, очень мне понравился этот момент, вы сейчас проговорили про мужа, да, что вы ему готовили, и готовили с удовольствием эту пищу, которую вы бы хотели впоследствии съесть сами, и эта готовка никоим образом не помешала вам провести полностью курс голодания, да, и выходить из него достойно. Почему меня это очень порадовало, прямо бальзам на сердце, потому что я встречаю массу возражений, просто массу в комментариях и в клиентах, я не могу проводить условное голодание, я же готовлю, у меня же семья, я же семье готовлю, поэтому я прямо вот сейчас то, что вы сказали, для меня вот, ну, просто было очень-очень... Я исключила практически углеводы, то у нас все-таки бывают такие вещи, когда хочется углеводы, и я сказала, если будешь есть картофель, или если будешь есть, скажем, какие-то наши рисы, или еще что-то такое, значит, спагетти, то тогда будет без мяса, все с овощами. То есть, что это говорит, да, что все возможно, если человек хочет, да, хочет для себя какой-то хороший плюс в жизни, и семью подстроит, да, и семью убедит, и... Постепенно, очень... Если вы сами не убеждены, вы, пожалуйста, сами себя постепенно, вот, как я сказала, в чем был пункт? Я готовила так, как я бы хотела есть сама. Не надо объявлять семье, что вы сейчас все будете веганами, или вы все сейчас будете сыроедами. Постепенно вводите, поставьте на стол большое количество салатов, творите. Это же процесс творчества еще. Это каждый. Ну, а потом, я не знаю, я не могу, но не можете, заставить вас никто не может, правильно? А лежать в больнице можете? Ведь у меня, например, как я говорю, несмотря на то, что у меня сын и муж прекрасный, мне никто стакан воды не подаст, потому что они решили их философию жизни умереть на сцене, и они занимаются своим бизнесом с утра до ночи, им некогда со мной носиться. Когда я подумала, что я буду лежать, ну, это к примеру, об этом нужно думать. И мне вот недавно муж сказал, я бы не хотел в старческий дом. Никогда. Я сказала, пока я хожу, пока я двигаюсь, пока я голодаю, я ему сказала, ты никогда не будешь в старческом доме. Мне только... И в связи с этим последний вопрос. Планируете ли вы в дальнейшем возвращаться вновь периодически время от времени к этому курсу условного обладания? Ну, я даже это не считаю, как бы сказать, возвращаться. Это будет уже... Это уже включено в мой образ жизни. Это процесс, который я буду делать постоянно. То есть один день на соках, там, например, это ничего не знаю. Мне нужно просто сейчас выработать такой вид питания, который я могла бы везде, куда бы я ни полетела, в какой бы стране, в каком городе, что бы я ни делала. Я буду обязательно это делать. И я буду всегда, если, скажем, например, я еду в какую-то, к примеру, сейчас трудную поездку, и я могу вполне взять с собой травы и заваривать в термос и неделю побыть, например, в теплой какой-то... Это я делала. Я даже в дорогих отелях это делала, есть на смузе, например. Ничего в этом страшного нет. Вопрос в цели. Если вы хотите горцевать, если вы хотите иметь уверенность в себе, если вы... Даже если вы не работаете, обязательно буду. Это просто уже включено в план. Это один день, я постараюсь, вот пока эти пять недель закончат, один день я возьму просто обязательный, потом я буду следить за тем, когда у меня будет возможность, например, где-то, всегда подстраиваться к возможности. Здесь уже, наверное, не будет какой-то регулярности, нет, не регулярности. Здесь не будет какой-то плановой, например, вот один раз я там делаю, второй раз я это делаю. Это будет спонтанно, но это... Я вообще не считаю, травы настолько жирные, настолько, как бы сказать, ароматные, настолько мятые и все там остальные, они настолько маслянистые, что о еде там не думаешь. Просидеть 3-4 дня на этом условном, так сказать, вот таком 3-4-дневном голодании, я думаю, что это вообще должно быть нормой. Это должно быть нормой, потому что и все сыроедение на 70% минимум, вот все эти вещи должны присутствовать. Другое дело, что вы становитесь творцом, вы становитесь мастером своей кухни, вы становитесь волшебницей своей собственной жизни. Все. Ирина, я очень рада за вас и я очень рада за вашего мужа, потому что старческий дом ему теперь не грозит. По-любому не грозит, потому что я думаю, что я все больше и больше, все, есть такие вещи, которые он категорически не любит, но всю жизнь, что человек, там, например, фенхельт или еще что-то такое. Но, тем не менее, если я обрабатываю, я супы, например, варю, если говорить о пище, такой вареной сырой, я заливаю мелкопорубленные овощи, кипятком, закрываю, ставлю на плиту, как только пена появляется, я выключаю, закрываю всем этим, в конце я добавляю, когда это все настоится в течение часа-двух, ложку горчицы, ложку сливочного масла и специи, которые вы хотите. Но это не считается даже вареным, потому что вся клетчатка сохраняется, это не варится никогда. Напаривать, вы обнаруживаете суть жизни, другой, ароматный, свежий, молодой, ну, я считаю, это просто самое важное, что и дает вот это условное голодание. И вот повторю еще раз, только именно в пролонгированном виде, именно вот эти пять недель, три недели, эти восемь недель, они дают, вы становитесь, вы начинаете уважать себя, вы начинаете любить себя, только так можно сказать, я себя люблю. Елена, спасибо огромное. Я люблю и вас теперь очень. Ой, а я вас как обожаю. Вот, видите, какое творческое вдохновение я черпаю из этого, какое вообще я черпаю умение вот организовать этот процесс, вы еще и мастер то, что я не могу, я могу только прийти на сцену, выступить перед тысячей людей, а вот все это организовать, как сделали вы, вы творец настоящий, вы собрались, будете собирать вокруг себя людей, которые обогатят вашу жизнь, потому что это уже процесс, вот, когда вы даете, как мы говорим, когда ты даешь, вернее, когда ты берешь, ты наполняешь себя, а когда ты отдаешь, наполняешь сердце, и вот вы будете этот процесс, вы вечно молодой останетесь, потому что эта энергия, она еще и передается от человека к человеку, и пусть эти люди не верят, пусть они сомневаются, таких людей не надо их убирать, они сами исчезнутся из вашей жизни, но придут, если никто не сможет, вы никогда не сможете никого дотянуть до образца, но человек благодаря вам сможет сам дотянуться, вот, и все, научить нельзя, можно научиться, учитесь, мои дорогие, учитесь, убай, учитесь, ну, у меня, конечно, тоже можете немножко, но учитесь убай, потому что она именно тот человек, который не разрушит вашу жизнь, а обогатит. Спасибо огромное за то, что я могла высказаться, и спасибо большое за чудесный, вообще чудесный процесс, в котором я еще буду долго находиться, я думаю, что в нашем процессе мы еще не раз проголодаем вместе. Да, Ирина, благодарю, благодарю очень прямо за вот этот позитив, за этот свет, который от вас идет, за эту любовь к жизни, и я думаю, что действительно это только начало, и мы будем еще идти долго-долго вместе и делиться друг с другом всем новым опытом, который мы будем приобретать еще в этой жизни. Надеюсь, она у нас будет очень долго и активная. Спасибо огромное. Начинаю с первого вопроса, в этом тоже суть этих встреч. Всего доброго. До свидания. Хорошего вам дня. Обнимаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok